Правовые новости от компании Гарант. С 2019 года в реквизиты кассового чека внесут код маркируемого товара. Правительство Российской Федерации получило право устанавливать дополнительный обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой отчетности, код товара, позволяющий идентифицировать товар или код товарной номенклатуры. Согласно документу, правительство будет устанавливать перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке контрольными знаками, а также утверждать правила обязательной маркировки. Еще одна новость. В Госдуму внесли законопроект, который обяжет все российские больницы с отделениями реанимации и интенсивной терапии обеспечить открытый доступ для посетителей. Законопроект не уточняет круг родных и близких, которым будут разрешены такие визиты. В проекте сказано о родителях, иных членах семьи и иных законных представителей пациента. В частности, непонятно, разрешает ли проект навещать в реанимации взрослых дееспособных пациентов. Этот вопрос не прояснен и в пояснительной записке к проекту. Порядок таких посещений будет, как предполагается, определен Минздравом России. Сейчас существует лишь методическое письмо Минздрава России по данному вопросу, которое не является обязательным к применению. И в завершение новость для автолюбителей. Лимит выплат по европротоколу, то есть по авариям, которые были оформлены без сотрудников ГИБДД, вырастет до 100 тысяч рублей против нынешних 50 тысяч. Оформление ДТП по европротоколу в пределах 100 тысяч рублей будет возможно даже в тех случаях, когда между участниками ДТП есть разногласия по поводу обстоятельств причинения вреда. Для этого водителям придется зафиксировать обстоятельства аварии и передать их в автоматизированную информационную систему ОСАГО с помощью технических средств контроля на основе системы ГЛОНАСС, обеспечивающих получение некорректируемой информации о ДТП или специального программного обеспечения, соответствующего установленным требованиям. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при условии такой фиксации будет возможен европротокол с лимитом выплаты 400 тысяч рублей, но при выплате свыше 100 тысяч рублей отсутствие разногласий остается обязательным условием. Планируется, что закон вступит в силу 1 июня 2018 года.